Приветствую всех на своем канале. Сегодня 18 октября 2023 года. В центре Запорожья российская ракета ночью попала в многоэтажку. Погибли двое людей. Об этом заявил глава областной военной администрации Малашко. Еще трое пострадали и трое числятся пропавшими без вести, по предварительным данным. По состоянию на 7 часов утра продолжались работы всех необходимых служб. Зеленский прокомментировал ракетный удар по Запорожью. Цитирую его слова. Запорожье, ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому, обычной пятиэтажки. Разрушены 8 квартир, есть раненые и погибшие, под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли за российского террора. Государство зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать. Сделаем все, чтобы государственный террорист понесло справедливую ответственность. Российский террор должен проиграть. Сообщают о том, что в Запорожье погибла молодая семья, им было по 23 года. Жительница дома, куда попала российская ракета, рассказала, что молодая пара жила вместе с родителями мужчины. После обстрела отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня в больнице. Тем временем полиция и государственная служба чрезвычайной ситуации показали кадры первых минут спасательной операции из многоэтажки в Запорожье, куда ночью прилетела российская ракета. Также появились кадры последствий попадания ракеты по живому дому. Все эти видео вы можете посмотреть в моем телеграме, ссылочка на него в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на канал, до встречи, пока.